Следующий вопрос, как говорить юридически? Мы об этом уже говорили, здесь важные принципы. Первое – предупреждать, то есть вы их не просто заявляете, вы их предупреждаете, предупреждение – это говорит о том, что могут наступить последствия, что нарушение ваших прав карается по закону страны, по международным законам и законам публичной аферы, то есть то, о чем вы заявляете. То есть вы заявляете, если он не согласен, если он заключил с вами договор публичной аферты, значит вообще на вас никакие права не распространяются со стороны другого человека, только если вы нарушите его права. Разрешено все, что не запрещено законом в нашем принципе. Если вам что-то заявляют, вы говорите, разрешено все, что не запрещено законом. Спрашивайте, где в каком законе статье запрещено, а если говорят, что таких законов нет, то пусть дадут бумагу, что таких законов не существует. Что законов запрещающих вам нет, и что законов, если они что-то запрещают, пусть дадут вам конкретный закон, который вам это запрещает. Требовать документы на осуществление деятельности тех лиц, которые с вас что-то требуют. Если они с вас что-то требуют, вы говорите, а на основании чего вы с меня это требуете? На основании договора, на основании какого соглашения, пусть даже это устное соглашение будет, напишите мне просто хотя бы бумагу, расписку, что якобы у меня есть соглашение с государством. То есть на основании чего вы меня требуете? На основании паспорта? А не охренели ли вы на основании какой-то бумажки с меня что-то требуете? На основании просто travel документов с меня требуете? Это переборчик. Это пункт общения с ГАИЦА. На основании чего вы с меня это требуете? Какое соглашение? Дайте мне письменную выписку там с какого документа на основании чего? Не на основании закона. Законы, указы, постановка, конституция. Лишь описывают нормы, как это все может происходить. Как это может происходить? Как это происходит? Но они не дают право устанавливающей вообще власти. Право установления власти является какой-то документ, какое-то соглашение, какая-то сделка. Наделение властными полномочиями. Почему это происходит? То есть проще говоря, вот у нас есть, допустим, документ. Что мы расписываем, что этот документ можно двигать влево, вправо, вверх, вниз. Если подвинете так, то не так происходит. За это вот это. А потом говорит, а вы можете двигать это? Да, граждане могут двигать этот документ. Но возникает вопрос. На основании чего? То есть кто наделил вас властными этими полномочиями двигать? Государство вам разрешило все-таки двигать это или нет? А нам получается, государство не наделило нас нашими правами. То есть мы ему отдали все права практически. А государство нам в ответ не написало ни в паспорте, нигде, что у нас какие права есть и что мы этими правами можем пользоваться. У нас в паспорте нигде не написано, что мы можем полностью осуществлять свои права. В законах написано, но в правоустанавливающем документе, на который они ссылаются, это не написано. И ни в одном другом документе этого нет. То есть возникает вопрос. Ты скажешь, а я хочу, как хочу, так и двигаю. А другой скажет, подожди, а что ты двигаешь, как хочешь? Ну на основании закона. Подожди, закон описывает только, что это можно делать. А ты почему это двигаешь? Именно ты. На каком основании именно ты это делаешь? Ну на основании закона. Подожди, ты не понимаешь. Закон лишь только описывает. Они нам пытаются сказать, подождите, вот закон, в нем написано, что гражданин может делать. Подожди, гражданин это понятно. Но именно ты почему? Там написано в законе, что именно ты, Николай Валерьевич Буров, это можешь делать. Там написано, что каждый гражданин это может делать, независимо от определения его личности. Но не человек. Смотрите, в законе ни в одном не написано, что гражданин без определения его личности может делать именно вот эти действия. То есть, если это не написано, возникает вопрос, почему именно ты можешь это делать. Точно также можно задать вопрос, а почему именно конкретно я не могу этого делать? и тогда возникает право и тогда и тогда возникает право устанавливающая основа под названием суверен то есть вот это вот проволочка юридическая как она есть есть тонкость если ты начинаешь делать как это ты делаешь появляются все сразу вытекающие отсюда права обязанности ответственность твой статус и все остальное всех начинают это вот очень сложно порой это объяснить перевести на русский язык я пытаюсь это сделать чтобы объяснить но вижу что иногда сложновато смотрите при общении с теми же самыми госорганами чиновниками вы должны требовать документ на сочинение 10 потом требовать договор достоверный ненастоящий там любой в принципе вы должны потребовать договор потом вы просто можете по гражданскому праву оспорить его просто они должны вам что-то предоставить пусть это даже будет бумага с выпиской о том что да есть типа соглашение оно базируется на основе закона там какого-то и типа устанавливает ваши права что она вас наделили этим правом но если это описывает просто статьи конституцию вы говорите подождите зачем вы мне просто переписывать все законодательные акты я это понимаю что мне эти права есть там или у вас эти права есть но о вас то чё это кто наделив они то у вас как бы есть априори но кто вас у правомочил это осуществлять на основании чего вы дети действ этой совершаете да да если вы не Если вы не можете опровергнуть мой статус, в том случае, если он нарушает чьи-то права, если чьи-то права нарушены моим статусом, но вы его не можете опровергнуть, и моего согласия нет, то я имею данный статус. То есть пока не будет доказано иное. Если у меня есть определенный статус, если я ничьи права не нарушил, если вы не можете доказать, что мой статус суверена нарушает чьи-то права, заявление что-то, что конкретно мой статус и конкретно я в качестве суверена, Не только статус суверена, они могут сказать, вот мы считаем, что статус суверен, он нарушает права других. Подождите, на основании чего? Что статус суверена чьи-то права нарушает? Он априори не может ничьи права нарушить статус суверена, потому что суверен осуществляет все свои права от своего имени, под свою личную ответственность. Он не может ничьи права нарушить, только если он конкретно будет нарушать в конкретном условии. И то это конкретно суверен. А само по себе понятие суверен не может нарушать статус других граждан. Следующее, вы должны их предупредить и говорить, я имею полное право не подчиняться незаконным требованиям и применить силу для защиты своей чести, достоинства, жизни и здоровья. Сейчас вы об этом предупреждены и знаете, что теперь можете быть наказаны согласно нормам и понятиям принципа международного права, которые закреплены в данном государстве в виде кодекса законов постановления и иных нормативных правовых актов. Вы просто им напоминаете об этом еще один раз, чтобы они это знали. Просто очень часто они знают, что граждане этого не знают. Я не думаю, что граждане овцы, которые всего боятся и никуда не идут. Как Алексей Старостенко предупреждает, говорит, вот оружие лежит на соседнем сиденье, гайцам, все, будьте добры, отвяньте, ну, барабан, все. Два основных принципа. Первый это говорить с позицией силы, потому что единственным источником власти в государстве является народ. А народ это совокупность его граждан, лиц по праву рождения и иных лиц установленных законами на данной территории. Требовать фамилию, имя, отчество именно в этой последовательности у государственных служащих и милиции, показывая им их статус, а себя же представляется с имени, отчества, фамилии. Либо имя, отчество, либо имя, отчество, фамилию, либо просто имя, либо Иваныч меня зовут, Николаевич я. Это будет подчеркивать ваш статус. Требовать документы удостоверения у сотрудников. Они обязаны предъявить документы удостоверения. Требовать паспорт у сотрудников для удостоверения личности. Соответствует ли данный документ данной личности. Если у вас есть сомнения, значит вы имеете право потребовать документы для удостоверения личности. фотография не похожа что-то но не тот я считаю что вы на при может быть вообще не гражданин что это вообще за документ может быть документ настоящий а вы нет паспорт покажите что он соответствует этому и они обязаны это сделать если они это не делают это нарушение закона но если вы этого да да а если вы этого не знаете то они в принципе скажет я удостоверение предъявил и все требуется документы на правомощность действия разрешение на именно данное лицо и на и на данный документ у них должна быть например по закону по законам республики беларусь у них на осуществление деятельности всех действий должна быть доверенность как это трактуется вот допустим есть организация вы сотрудник но чтобы допустим осуществить какую-то сделку например или от своего от имени дирекции от имени предприятия осуществлять какие-то действия там провести ремонт где-то еще что-то там или в вас нанимает другая организация вам дают доверенность организации что до данное лицо правомощность осуществлять данные действия, может в другой организации это отремонтировать, он приходит и показывает эту доверенность, да, я могу у вас это сделать. Просто почту получить без доверенности не может. Да. И поэтому первое, что нужно требовать, это требовать его доверенности. Говорить, а у вас есть доверенность? Он говорит, подожди, что значит доверенность? Ну как что? Доверенность это у вас, у правомощущего документа осуществлять данные действия. То, что у вас написано в должностной инструкции, что вы можете делать, это не говорит о том, что вы это можете делать по факту. То есть теоретически, как сотрудник, вы это можете делать, но теперь нужно доказать документом, что вы действительно являетесь сотрудником, что является удостоверением, которое должно быть по форме. А по форме соблюдено, там должны стоять подписи и печати вышестоящих должностных лиц. Если данных вышестоящих должностных лиц, подписи и печати нет, организации, то документы составлены не по форме. При этом доверенность, если этой доверенности нет и ничего не написано, то говорит, ну подожди, внутри вы можете там по своим документам, в принципе, когда работаете, вам доверенность не нужна, потому что как сотрудник нами, ты внутри, вы можете взаимодействовать. А вот взаимодействие со мной, вам должна быть доверенность, потому что это гражданско-правовые отношения, вы сейчас вступаете. А рука, Астасия? Это, блин, это надо искать. Потому что давно про эту доверенность в России говорят, а у нас на какой-то... Я вам говорю, если вы не знаете статьи, вы должны потребовать. Хорошо, покажи мне, вот я сейчас тебя называю, ты мне пишешь заявление о том, что ты сейчас подтверждаешь, что мои слова лживые, что я вру тебе, то есть я лжесвидетельствую. Но в противном случае, если окажешься, что мои слова верны, то этим документам ты подтверждаешь, что ты сейчас лжесвидетельствую, что ты не обладаешь должными компетенциям, знаниями и так далее. А во-вторых, теперь ты должен мне подтвердить, что у тебя этих документов нет. Напиши письменно, что у тебя их нет. Ну нету и нету, подтверди мне это. И подтверди это, что их значит не надо. То есть все, что он говорит, требуйте, в письменном виде подтверждаем. С данного момента, как ты начинаешь что-то говорить, мы вызываем свидетелей, защитника мне предоставить, составляем протокол, ну если ты хочешь, составляем протокол и начинаем сначала записывать процедуру моего там, например, задержания или остановки автомобиля, еще что-то. И мы начинаем описывать, правильно ли ты все сделал, есть ли у тебя все. И потом с этим протоколом мы будем уже разбираться в суде. То есть я не отказываюсь от того, что, например, платить либо еще что-то, но только в том случае, если я действительно что-то нарушил. И если моя вина будет доказана в суде законным способом. С соблюдением всех процедур.